Материал Ира. Закон одного. Книга четыре. Дон Элкинс, Карла Рюкерт, Джим Маккарти. Материал Ира. Закон одного. Книга четыре. Говорит древний астронавт. Закон одного. Переданный Ира смиренным посланцем. Закон одного. Перевод Любовь Подлипская. Введение. 15 января 1981 года наша исследовательская группа начала общение с собокупностью общественной памяти РА. В результате этого контакта проявился закон одного и некоторые искажения закона одного. Страницы этой книги содержат точную запись вопросов и ответов, полученных на протяжении сеансов 75-103 «Общение с РА». отредактированы только для того, чтобы убрать кое-какой личный материал, от меня добавлю, который будет с пятой книги. В качестве предварительного условия материал предлагает точку зрения, которую мы выработали за время многолетнего изучения феномена НЛО. Если вы не знакомы с нашей предыдущей работой, чтение книги «Секреты НЛО» могло быть полезным для понимания представляемого материала. Как вы можете видеть из заглавия этой книги, существует 75 предварительных сеансов, организованных в книге 1, 2, 3 «Закон одного». Если возможно, советуем начинать сначала от этого материала, поскольку более поздние концепции основаны на более ранних. Книга 4 «Закон одного. Начало исследования природы и надлежащего метафизического использования архетипического ума». Архетипический ум – это ум логоса, шаблон, используемый для творения и средства, с помощью которых мы развиваемся в уме, теле и духе. Ра говорил, что архетипический ум лучше всего можно изучать посредством одного из трех методов – Таро, астрологии и дерево жизни, также известного как белая церемониальная магия. Мы решили исследовать архетипический ум, изучая Таро, а конкретнее 22 изображения главных арканов. В книге 4 мы работаем преимущественно с первыми семи картами, являющимися архетипами структуры ума. Также предлагается обзор всех 22 архетипов Таро. Любое здравое рассмотрение контакта, такого как этот, привело бы к следующему выводу. Если контакт работает, значит мы бы начали изучать, получать материал, вся основа которой была бы незнакома. Так и получилось в книге 4. Как вы увидите из задаваемых вопросов, мы двигались с трудом, пытаясь придерживаться полученной информации и формулировать корректные вопросы. Хотя сеансы проводились реже, а время между ними использовалось для изучения, мы осознаём, что вопросы в этой книге более разбросаны, чем в трёх первых книгах сеансов СРА. Мы знаем, что отсутствие знаний не оправдание, но, по крайней мере, уверены, что не смогли обогнать читателя, поскольку до того, как задавали каждый вопрос, мы знали не больше, чем вы. Мы считаем полезным включение информации о Таро, общую терминологию и сравнение её с общим обзором Таро с точки зрения РА, с точки зрения которой РА поделился с египтянами много лет назад. Последующее сравнение делается только с 22 главными арканами, поскольку РА использовал только эти концептуальные совокупности. Позже они были нарисованы египетскими жрецами для описания процесса эволюции ума, тела и духа. Придворные арканы и малые арканы явились результатом другого влияния и связаны в основном с астрологическим подходом к этому учению. Каждая карта описывается сначала номером аркана, далее традиционной терминологией, а затем терминологией РА. Карты, пользуясь которыми мы задавали вопросы, уже не печатаются. Поэтому мы воспроизвели главные аркады, колоды, больше всего похожие на нашу первую колоду. Эти изображения можно найти в книге Джорджа Фэтмана. Фэтмана, ну тут по-английски. Как вы можете видеть, первые семь карт главных арканов предназначены для описания эволюции ума. Вторые семь для описания эволюции тела. И третьи семь эволюции духа. Аркан-22 называется выбор. И выбор, который имеется в виду главный выбор каждого сознательного искателя или адепта, стремящегося обладеть уроками опыта третьей плотности в поисках служения другим или служения себе. Одно из главных открытий книги 4 – концепция и цель завесы беспамятства, существующие между сознательным и бессознательным умом в нашем нынешнем опыте третьей плотности. Третьи плотности, находящиеся ближе к центру нашей галактики, не имели такой завесы. И, следовательно, не забывали ни одного события, ни в одном воплощении. Это обстоятельство упрощало опыт каждой сущности и природу архетипического ума. Поэтому читателям следует осознавать, Вопросы фокусируются как на опытах до завесы, так и после нее. Это делается для того, чтобы способствовать лучшему пониманию нашего нынешнего опыта в третьей плотности этой октавы творения. Основываясь на ответах на вопросы, мы нарисовали свои изображения. Первые семь вы можете найти в конце этой книги. Контакт с РА продолжался в течение 106 сеансов. Разбитых на 4 книги серии «Закон 1». Если вы хотите получать наши квартальные рассылки, в которых публикуются самые лучшие ченнелинги, Пожалуйста, напишите нам, и мы включим вас в список рассылок. Но это уже не актуально, уже все умерли. Так, значит, ну вот карты. Первая карта – это Аркан 1, Маг, Матрица Ума. Второй – Аркан 2, Верховная Жрица, Потенциатор Ума. Следующий – Аркан 3, Императрица, Катализатор Ума. Аркан 4, Император, Опыт Ума. Аркан 5, Иерафант, Сигнификатор Ума. Аркан 6, Любовники или Два Пути, Преобразование Ума. Аркан 7, Колесница, Великий Путь Ума. Аркан 8, Правосудие или Равновесие, Матрица Ума. А, Матрица Тела. В общем, 7 было про ум, сейчас пошло про тело. Значит, Матрица Тела. Аркан 9, Мудрость или Мудрец, Потенциатор Тела. Аркан 10, Колесо Фортуны, Катализатор Тела. Аркан 11, Опыт Тела. Аркан 12, Повешенный или Мученик, Сигнификатор Тела. Аркан 13, Смерть, Преобразование Тела. Аркан 14, Алхимик, Великий Путь Тела. Аркан 15, Дьявол, Матрица Духа. А, вот пошло уже следующее, Дух. Аркан 16, Молния, Ударяющая в Башню. Потенциатор Духа. Аркан 17, Звезда или Надежда. Аркан 18, Катализатор Духа. Аркан 18, Луна, Опыт Духа. Аркан 19, Солнце, Сигнификатор Духа. Аркан 20, Приговор, Преобразование Духа. Аркан 21, Мир, Великий Путь Духа. Аркан 22, Дурак, Выбор. Аркан. Ну и начинаем. Сеанс 76, 3 февраля 1982 года. Ра, я Есм Ра. Я приветствую Вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Не могли бы Вы рассказать о состоянии инструмента? Рам. Инструмент пребывает в состоянии слабости физической совокупности, сохраняющейся какое-то измерение, которое Вы называете временем. Жизненная энергия обычная. Сильная духовная совокупность одалживает субстанцию энергетическим уровнем совокупности ум-тело-дух. Вопрос. Не вредит ли физическим энергиям инструмента продолжающееся общение с Ра? Ра. Мы можем ответить в двух частях. Первое. Поскольку инструмент посвятил себя такому использованию, без передачи энергии в физической совокупности, он начал сам призывать жизненную энергию. Осуществляемая в любой значимой степени, это активно разрушает совокупность ум-тело-дух, если она желает дальнейшего опыта в иллюзии третьей плотности. Второе. Если предпринимать меры предосторожности, во-первых, отслеживать внешние параметры инструмента, во-вторых, передавать физическую энергию посредством сексуальной передачи и магической защиты, и, в-третьих, энергетическими размещениями мыслеформ, пополняющих энергию инструмента во время контакта. Ухудшение искажений в сторону силы слабой совокупности ум-тело-дух инструмента не будет. Следует заметить, посвящая себя такому служению, инструмент притягивает приветствие, которое вы осознаёте. Это неудобно, но с мерами предосторожности не будет губительным ни для инструмента, ни для контакта. Итак, вопрос был, в жизни Карли наносится вред здоровью, не вредит ли продолжающийся контакт с Ра? Ра отвечает. Мы можем ответить двумя такими мыслями, частями. Первое. Поскольку Карла выбрала такое служение, и ей не хватает на контакт с энергией, она начинает призывать свою жизненную энергию, тем самым ухудшая своё здоровье и разрушая своё тело. В общем, да, это вредит, это опасно. Но это она выбрала такое служение. Второе. Если предпринимать меры предосторожности, значит, во-первых, отслеживать параметры, чтобы она отдыхала, восстанавливалась. Во-вторых, передавать физическую энергию посредством секса, то есть двое мужчин рядом с ней. Если она будет иметь контакт хотя бы с одним из них, то это будет её пополнять жизненной энергией. Это важный момент и подсказка многим, как можно, или почему многие, кто общается с противоположным полом, почему они более тонизированы или как бы жизнерадостны, чем те, кто живут одиноко. Вот это. И магическая защита. То есть ещё один вариант – это создавать ритуалы, делать ритуалы магической защиты. И ещё третье. Энергетическим размещением мыслеформ, пополняющие энергией инструментов время контакта. А, это ещё, вот ещё, я прохлопал сразу. И создание мыслеформы или алгоритма, который бы пополняло тело Карлы во время контакта. То есть некая такая тонкоматериальная подзарядка во время контакта. В общем, три. Отслеживать, как её состояние, чтобы она восстанавливалась сама. Второй. Ну как ещё по-другому сказать? Заниматься сексом и пополнять так свою жизненную энергию. И третье. Создавать или включать уже созданный тонкоматериальный комплекс или подзарядки Карлы. Вот. И тогда никаких проблем не будет. И дальше он говорит, следует заметить, посвящая себя такому служению, Карла притягивает атаки орионцев. Это неудобно, но с учётом того, что было сказано, это не будет губительным ни для контакта, ни для Карлы. Вопрос. Из трёх вещей, которые вы упомянули и которые мы можем сделать для пользы инструмента, не могли бы вы пояснить последнюю? Не совсем понял, что вы имели в виду. А, ну, кстати, вот, да, давайте уточним. Ра. Поскольку сущность позволяет себе придавать значение какому-то другому существу, она может выбирать делиться с другим Я энергиями, которые могут быть полезными другому Я. Механизм таких передач энергии – мысль, или точнее, мыслеформа любой мысли. Это могут быть форма, символ или вещь, рассматриваемая в связи с временем и пространством. Ну, он спросил про мыслеформу, то, что я сказал, как некий такой тонкоматериальный подзарядка. Он отвечает, поскольку сущность позволяет себе придавать значение какому-то другому существу, она может выбирать делиться с другими Я энергиями, которые могут быть полезными другому Я. Механизм передачи энергии, мысли, мыслиформа любой формы. Это могут быть формы, символы, вещь. Так, будет ли дальше? Ну, нет, вроде нет. Ну, я так это рассматриваю. Поскольку Карла придает значение тонкоматериальным сущностям, которым она может отдавать энергию, но также она может и принимать энергию от таких сущностей, правильно? Да. Соответственно, вот это существо написано, не существо, существо. Это существо, но оно существует, значит существо. Но это может быть символ, это существо, это вещь, форма какая-то, там шарик, кубик, там пирамидка. То есть, она может, любой человек, я так понимаю, любой человек может создать какое-то существо, которое по алгоритму, по намерению будет подзаряжать вот Карла в данном случае. Ну, отсюда, наверное, идут мои кнопки, когда я сделал для моих подписчиков кнопки энергетические. Человек уже не воображает, а видит, и он делает, ну, это для новичков, нажимает конкретно пальцем на кнопку и идет подзарядка. И это все ощущает, ну, большинство ощущает. А Карла это делал, или точнее рекомендует ей сделать на тонком плане. Ладно, дальше. Есть ли какая-то польза от использования ритуала изгнания с помощью малой пентаграммы, и каков его эффект? Ра. Эффективность использования группой ритуала изгнания с помощью малой пентаграммы возрастала. Его эффект – улучшение, очистка и защита места работы. Эффективность ритуала лишь в начале, скажем, в нижних пределах истинной магии. Выполнение работы теми, кто стремится к знанию, аналогично началу обучения в школе. Впереди еще много классов. Это должно не обескураживать разумного ученика, а скорее поощрять выполнение домашнего задания, чтение, письма, арифметики, как вы могли бы метафорически назвать элементарные шаги в обучении сущности. Существо вдохновляет работу, а не работа существа. Поэтому мы оставляем вас работе, которую вы начали. Ну, то есть, он уже уточняет про ритуал изгнания. Тут есть звезда, пентаграмма малая, и он также говорит, что надо упорно все это делать, ритмично, ну, периодически, да. И это начальная форма магии, да. Существо вдохновляет работу, а не работа существа. Какое существо? Человек существо или что это? Или пентаграмма? Да, обучение сущности – это человек. Значит, получается, звезда или символ, точнее, если образ, то есть это более абстрактный образ, образ вдохновляет на работу. Вот нарисовал какой-то свой символ, да, и вдохновился, что сейчас через этот символ я сделаю какую-то магическую работу, защиту или еще что-то. Главное, не вовредь людям. А не наоборот, что работа вдохновляет символ. Ну, это глупо. Символ, ну, как у христиан, там, раз креста. О, там, сразу вспоминает, там, Христа, там, начинает, там, это. То есть символ вдохновляет какую-то работу, молитву, работу, а не наоборот. Так, вопрос. Полезно ли выполнять еще больше ритуала изгнания в этой комнате? Ра, да. Это полезно для регулярной работы в этом месте. Вопрос. Прошу прощения за большой перерыв между последним и нынешними сеансами. Догадываюсь, это нехорошо. Пожалуйста, не могли бы вы рассказать о происхождении Таро? Ра. Происхождение этой системы обучения и гадания двояко. Во-первых, имеется влияние, пришедшее в искаженном виде от жрецов, пытающихся учить закону одного в Египте. Оно придало форму пониманию, если вы простите такой неправильный термин, который они получили. Затем эти формы стали регулярной частью изучения и учений посвящаемых. Второе влияние – влияние сущностей в землях, которые вы называете Ур, Халдея и Месопотамия. Они получили от старейшин, скажем, данные, которые были объявлены пришедшими с небес. Мы обнаружили, что два метода гадания слились в один с неравными результатами. Астрология и объединённая форма, предлагающая то, что вы бы назвали соответствиями, типичными для искажений, которые вы можете рассматривать как попытки рассмотрения архетипов. Значит, был вопрос, откуда произошли карты Таро. Ра отвечает, происхождение этой системы двояко. Первый источник – это египетские жрецы, которые пытались обучить закону одного. И они внесли большой вклад в развитие со своей части. Вторая часть – это влияние людей, которые жили в районе Ближней Азии. Месопотамия, Халдея, ну это вот где-то Палестина, Ур, это, по-моему, ближе туда к Кавказу. В общем, вот это вот средняя, не средняя, а Ближний Азия, Ближний Восток. Они получили эти знания от старейшин, которые сказали, что это было получено с небес. Ну, то есть, как бы от богов. И эти два метода слились в один с разными, как бы, влияниями на конечный результат. Астрология и форма объединились здесь, предлагающие то, что вы бы назвали соответствиями. Ну, то есть, форма или рисунок, она соответствовала какой-то звезде или созвездию, астрологии, короче. И эти соответствия типичны для тех ситуаций, которые можно рассматривать как попытку рассмотрения архетипов. Вопрос. Прав ли я, полагая, что жрецы Египта, пытаясь преобразовать знания, изначально полученные от Ра, в понятную символику, создали и ввели концепцию Таро? А Ра? Да, с добавлением влияния шумеров. Ну, то есть, иными словами, Ра дал египтянам, жрецам понимание Таро, и плюс влияние шумеров. Ну, по шумере ходил гор тоже, так что это одна и та же команда, можно сказать. И в итоге Таро получился в современном виде. Вопрос. Фокусировались ли учения Ра на архетипах для этого логоса и методах достижения очень близкого подхода к архетипической конфигурации? Фокусировались ли учения Ра на архетипах для этого логоса и методах достижения близкого подхода? Ага. Ну, не знаю, надо ли еще раз пересказывать, что архетип это, ну, я вначале прочитал, это некий такой шаблон стандартный или как бы божественный, который создан для нашей Земли, для людей нашей Земли. Логос наш, то есть под логос это Солнце, логос Бог, оно там, наверное, еще выше есть. Ну, туда не будем лезть. Короче, мы смотрим шаблон развития человека. Ра отвечает. Верно, хотя и верно, что Ра фокусировался на архетипах этого логоса. И методах достижения, ну, как бы, достижения развития, саморазвития человека. Верно, хотя и не является абсолютной истиной. Мы, Ра, смиренные посланцы закона одного. Мы стремимся учить, обучать этому единственному закону. В пространстве времени египетского обучения и изучения мы работали для приведения совокупности ума, совокупности тела и совокупности духа в состояние посвящения, в котором сущность могла бы входить в контакт с разумной энергией и учиться обучаться так, чтобы исцеление и плоды изучения могли предлагаться всем. Изучение корней ума – часть оживления совокупности ума. И, как мы отметили, исчерпывающее изучение корней, части корней ума, называемой архетипической, – это интересная и необходимая часть процесса в целом. Ну, Ра говорит, да, мы концентрировались, фокусировались на архетипах Логоса, Бога и методах развития. Мы, Ра, смиренные посланцы закона одного, и мы стремимся… Вот тут вот написано, кто начальный не смотрел, говорю, учить, обучать, пространство времени, учиться, обучаться – это зеркальные, противоположные, точнее, значения, потому что любой человек, когда он учится у учителя, он также обучает учителя по-своему. И в любом взаимодействии есть вот эта противоположная сторона. Пространство – это то, что мы… это то, что… ну, как бы плоскость Земли, да, а время – это то, что вне Земли оно… ее не видно. Поэтому вот везде есть противоположность. Он всегда говорит, учиться, обучаться, пространство, времени, черное, белое. Всегда есть оборотная сторона. Вот. Да, мы стремимся обучать этому единственному закону. Во время египетского периода Ра работал для приведения ума, тела и духа в состояние посвящения. То есть они хотели вот ускорить развитие людей, чтобы человек мог входить в контакт с разумной энергией, ну, или по-другому, с божественной энергией, и учиться и обучаться так, чтобы исцеление плоды, изучение могли прилагаться всем. Да, чтобы этот человек, который развился и подключился к божественной энергии, мог предлагать всем остальным. То есть он развился и пошел служить другим, чтобы и те развились, и также служили другим. Ну, благородная такая задача. Дальше. Изучение корней ума. Корень ума – это не корень, как у растений, это, ну, первоначальный шаблон, изначальный, на который уже нарастает то, что уже человек нарабатывает. Вот. Поэтому изучение изначального ума – это часть оживления совокупности ума. И, как мы отметили, исчерпывающее изучение начального ума, наверное, так вот проще будет, корней ума – это как-то не очень. Изначального ума, вот так вот, да, называемое архетипическое – это интересная, необходимая часть процесса в целом. То есть, поняв основу, поняв изначальное, мы можем понимать, как надо его развивать, наш ум. Вопрос. По мнению Ра, полезно ли использование Таро в повседневной жизни как помощь в процессе эволюции? Ра. Повторим информацию. Глубокое изучение одной из форм созданного и организованного искажения архетипического ума уместно для того, чтобы оказаться в положении, в котором возможно исследовать архетипы по желанию. У вас есть три основных выбора. Вы можете выбрать астрологию, 12 знаков, как вы называете эти части своей планетарной энергетической паутины, и то, что названо 10 планетами. Вы можете выбрать Таро с 22 так называемыми главными арканами. Вы можете выбрать изучение так называемого дерева жизни, 10 сифиротами и 22 соотношениями между их положениями. Полезно исследовать каждую дисциплину, но не как дилетант, а как искатель пробного камня, как тот, кто желает ощутить притяжение магнита. Одно из этих учений будет притягательнее для искателя. Затем позвольте искателю исследовать архетипический ум, пользуясь в основном одним из трех учений. После периода изучения и достаточного владевания мастерством, искатель может завершить более важный шаг – движение выше написанного, для уникального выражения своего понимания архетипического ума, если вновь вы просите такое существительное. Нам был вопрос, полезно ли использование Таро в жизни. Ну как бы там, гадает по ним, правильно? Рагвай, повторю информацию. Есть три основных пути развития, исследования развития архетипического ума, изначального ума. Значит, вы можете выбрать астрологию, 12 знаков и… не знаю, что за 10 планет. А, 10 – это Солнечная система. Десятью. Дальше. Вы можете выбрать Таро с 22 главными арканами. Вы можете выбрать дерево жизни. Это, видимо, кабала, сефироты вот это и 22 соотношения между ними. Вот. Вот выбирайте. И, значит, дальше исследователь, ну, человек, который хочет взять, ну, один из этих вариантов, он может всё попробовать. То, что ему приглянулось, он тогда должен выбрать один вариант и развиваться вот по одному из этих трёх путей. Вопрос. Рам. Рам. Если мы ошибаемся, пожалуйста, повторите вопрос. Архетипический ум – это ум, свойственный логосу, под чьим влиянием вы пребываете в этом пространстве времени, искажающем ваши опыты. Нет другого логоса, архетипический ум которого был бы одинаковым с архетипическим умом вашего логоса. Как звёзды не выглядели бы одинаково с другой планеты в другой галактике. Вы можете правильно полагать, что ближайшие логосы обладают похожими архетипами. Ну, то есть, он говорит, Бог, который вас контролирует, на вас влияет, ваш Бог, локальный, он дал свои изначальные умы, шаблоны умов, но в другом месте могут быть другие, похожие, но другие. Ну, говорит, если я правильно понял ваш вопрос, то вот такой ответ. Вопрос. Поскольку Ра изначально развивался на Венере, совпадает ли его архетипическое происхождение с нашим? Да. Ну, то есть, в предыдущих сеансах было выявлено, что Ра развивался на Венере. И он спрашивает, вот Венера и Земля, как бы, наши архетипы похожи, ну, схожи? Ра говорит, да. Вопрос. Тогда, полагаю, Ра не пользовался концепциями Таро, магическими концепциями Дерева Жизни и так далее. Полагаю, возможно, первичной концепцией Ра была некая форма астрологии. Это просто предположение. Я прав? Ра. Рассказывать о методах Ра, изучении архетипического ума в системе искажений, которые наслаждались мы, значило бы менять ваше суждение о том, что уместно для системы искажений, формирующие условия, в которых учитесь, обучаетесь вы. Поэтому следует подчиняться закону запутывания. Ну, значит, Дон спрашивает, ну, наверное, когда Ра развивался, не было Таро и не было Дерева Жизни. Значит, вы по астрологии тогда развивались? По одному из этих трех путей, которые два вычеркнули, остался один. И Ра отвечает, ну, есть закон запутывания или закон свободы воли. Если я вам расскажу, как я развивался, значит, этим я буду влиять на ваш выбор, на вашу волю. Поэтому увольте меня от таких вопросов, и я не отвечу. Вопрос. Собираюсь задать несколько вопросов, которые, возможно, немного отклоняются от фокусировки на том, что мы пытаемся сделать. Не уверен, но этими вопросами я пытаюсь пролить свет на что-то, что считаю самым основным для того, что мы делаем. Пожалуйста, простите отсутствие способности задавать вопросы, поскольку это трудная для меня концепция. Не могли бы вы дать представление о продолжительности первой и второй плотности на этой планете? О продолжительности. Да, первой и второй плотности. Не жизни, а периода. Третий период у нас 75 тысяч лет. Вот он спрашивает, а второй и первый сколько было? Ра. До того, как без времени проявилось в вашей первой плотности, метода оценки времени пространства не существует. Не существовало, да? К началу вашего времени измерение было бы безбрежным, но безбрежность незначима. Согласно записи в сотворенном пространстве времени, первая плотность измеряется промежутком пространства времени и времени пространства продолжительностью 2 миллиарда ваших лет. Значит, это первая плотность. Вторую плотность оценить легче. Она представляет собой самую продолжительную плотность в терминах промежутка пространства времени. Мы оцениваем ее как 4,6 миллиарда лет. Приближения очень грубые из-за неравномерного развития, характеризующего творения, построенные на краеугольном камне свободной воли. Вопрос. Вы сказали, что вторая плотность длилась 4,6 миллиарда лет. Миллиарда? Ра, да? Вопрос. Тогда наша третья плотность, сравнительно говоря, это мановение окна, щелчок пальца по сравнению с другими. Почему так коротка по сравнению с первой и второй? Ра. Третья плотность – это выбор. Вопрос. По сравнению с остальными плотностями, со всеми плотностями, третья плотность – ничто иное, как уникально короткий период того, что мы считаем временем и создан именно для совершения выбора. Это так? Ра. Именно так. Прелюдия к выбору должна включать обустройство основы, создание иллюзии и сферы жизнедеятельности для тех, кто может стать духовно жизнедеятельным. Оставшиеся плотности – это непрерывное совершенствование выбора. Они также продолжительны, если вы пользуетесь этим термином. Выбор – дело момента, но ось, вокруг которой вращается творение. То есть, по ответу я понимаю, что первая плотность – 2 миллиарда, вторая – 4,5 миллиарда. Третья – выбор 75 тысяч лет. быстро выбрать и, ну, может, дальше будет все остальные, четвертый, пятый, шестой – это тоже какие-то вот длительные миллиарды лет. То есть, там работа. А здесь только надо выбрать за этот период, определиться, в плюс или в минус. Так. Является ли выбор третьей плотности одинаковым во всем творении, которое мы осознаем? Рам. Мы знаем о творениях, в которых третья плотность длиннее и на выбор отводится большее пространство времени. Однако пропорции остаются одинаковыми. Все остальные измерения каким-то образом блекнут и ослабляются логосом с целью получения творцом разнообразного опыта. Мы рассматриваем это творение как достаточно живое. Дон спросил про третьей плотности в других местах, и Рак говорит, что в других местах, на других планетах, третья плотность тоже короткая. Ну, может быть, чуть-чуть подлиннее, но все это пропорционально. То есть, и тогда и первый, и второй, и четвертый, и пятый тоже длиннее. Но, в принципе, это короткое измерение для выбора. Вопрос. Не понял, что вы имели в виду под достаточно живым? Это последняя фраза. Мы рассматриваем это творение как достаточно живое. Рам. Это творение более уплотнено своим логосом, чем выбрали некоторые другие логосы. Поэтому в этой системе искажений каждый опыт исследования творцом является, относительно говоря, более ярким или, как мы сказали, живым. Значит, Рак говорит, что наше творение, наше и наши плотности, они более уплотнены, то есть сжаты нашим логосом, ну, Богом, да, чем это сделали другие, ну, видно, близлежащие. Нельзя, наверное, со всеми с вами, ну, те, которые он знает. Там более разряжены, более так, более легче, что ли, дольше идёт. Легче и дольше. А у нас труднее и сильнее, насыщеннее. Вот, поэтому вот этот опыт исследования творца творцом, исследование человеком Бога, а человек тоже творец, более яркий и более живый. Вот в этом смысле живый, более таким, динамичный. Вопрос. Полагаю, при вхождении этой планеты в третью плотность болезнь не существовала ни в какой форме, верно? Ра, нет. Ну, то есть он имел в виду, что болезнь – это некий инструмент для прохождения опыта. А опыты начались в третьей, он так предполагал. Ра говорит, нет. Какая имелась болезнь или форма болезни, и почему она существовала в начале третьей плотности? Ра. Во-первых, то, о чём вы говорите, как о болезни, является функциональной частью совокупности тела, предлагающей совокупности тела возможность прекратить жизнедеятельность. Это желаемая функция совокупности тела. Вторая часть ответа должна касаться, как вы бы их назвали, микроскопических других «я» второй плотности, которые в неких формах существовали очень долго и осуществляли своё служение, помогая в совокупности физического тела прекратить жизнедеятельность в надлежащем пространстве времени. Ну, то есть, был вопрос, в какой форме была та болезнь или те болезни, которые были в начале третьей плотности? Ну, он говорит, ну, во-первых, самоболезнь – это начало смерти. То есть, чтобы человек умер, он должен заболеть или ослабить своё здоровье, и заболеть, умереть, чтобы потом родиться вновь для процесса реинкарнации. Это первое, глобально. И второе, уже тогда существовали и сейчас существуют микроскопические «я», мы сейчас на данный момент наблюдаем некую атаку коронавируса, да, это тоже микроскопические, потому что под микроскопом только их можно видеть, некие сущности, которые осуществляют своё служение, то есть, они делают своё. Также помогая совокупности телом, то есть, помогая людям прекратить свою жизнедеятельность в этом пространстве времени. Вот, как бы, уборка урожая – это кто урожай собирает? Что за серб? Вот, ну, болезни, там, рак, что ещё там? Вирусы, какие-то ещё там болезни. Вот это серб, это, ну, это моя трактовка. То есть, болезни нужны, чтобы была ротация в реинкарнации. Так, дальше. Вопрос. Да, накрутил. Он спросил, в чём разница божественного плана между развитием сущностей второй плотности и созданием различных физических проблем здоровья, которые существуют в сущности третьей плотности. Ра. Совокупность физического тела инструмента искажена в сторону боли, поэтому это будет последний обширный вопрос этого сеанса. В вашем вопросе присутствует внутренняя путаница, вынуждающая ответ быть более обобщённым, чем хотелось бы. Мы приглашаем улучшение вопроса. Логос. Мы приглашаем. Ну ладно. Логос планировал так, чтобы совокупности ум-тело-дух сущностей обретали опыт до тех пор, пока величина опыта не станет достаточной для воплощения. У сущностей второй плотности, чьи совокупности ум-тело-дух существовали с целью исследования роста и поиска сознания, процесс немного отличался. Поскольку на вашей планете распространилась третья плотность, как уже обсуждалось, и вследствие интенсивного и быстрее обретаемого катализатора, необходимость совокупности физического тела прекращать жизнедеятельность обрела значимость. Катализатор усваивался не так, как нужно. Поэтому жизни становились короче, чтобы обучение могло продолжаться в надлежащем ритме и приросте. Поскольку ваша плотность развивалась, предлагались больше и больше возможностей для болезни. Можем ли мы попросить любые короткие вопросы, перед чем закончить этот сеанс? Так, ну был вопрос, в чем разница второго и третьего воплощения, второго и третьего измерения для сущностей, в плане продолжительности жизни. Но он отвечает, что главное в развитии любой сущности – это накопление такой величины опыта, которое достаточно для следующего воплощения. А у сущностей второй плотности, которые существовали с целью исследования роста и поиска сознания, процесс немного отличался. Но был, видим, попроще, он был нацелен на понимание роста, роста чего? Сознания и поиска сознания. Роста и поиска сознания, да. Вот. Ну и дальше всё, точка. Дальше переходит на третье. Поскольку на планете сейчас третья плотность, то вследствие интенсивного и быстрее обретаемого катализатора, то есть разных болезней и появления катализатора, необходимость быстрее прекращать деятельность увеличилась. То есть надо, чтобы человек проходил больше уроков, нужно ускорить цикл вот этих перевоплощений, поэтому продолжительность жизни была укорочена, в том числе через вот эти катализаторы, ну болезни, да, по-другому. Поскольку наша плотность развивалась, предлагается возможность для болезней, то есть как бы тренировки усиливались. То есть в начале третьей плотности болезней было мало, и чем мы ближе подходим к четвёртой, тем больше нам даётся болезней, чтобы мы могли уже как мастера с ними справляться. Вот, ну, это моя такая трактовка. Ну и говорит, уже надо покороче, Карли не очень хорошо. Вопрос. Есть, возможно, неважный вопрос. Вы можете не давать на него пространственного ответа. Возле Торонто в Канаде живёт женщина, владеющая хрустальным черепом. Полезен ли он при исследовании общения с РА, поскольку я считаю, что он связан с РА? Не можете ли высказаться по этому поводу, а затем, можем ли мы что-то сделать для улучшения контакта или больше удобства инструмента? РА. Хотя ваш вопрос раскрывает интересный материал, мы не можем ответить, поскольку потенциальный ответ мог бы повлиять на ваши действия. Аксессуары тщательно выровнены, а реквизите заботятся. Вы восприимчивы. Всё хорошо. Я Есмра, друзья мои, я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь пусть в путь, славясь, славя и ликуя могуществу и мире одного бесконечного Творца. Адонай. Благодарю за внимание. Ждите следующие выпуски. Ждите следующие выпуски.